Добрый вечер, уважаемые дамы и господа! Рады приветствовать вас в стенах Первого медицинского университета имени Академика Павлова в рамках всероссийского мероприятия «Ночь в музее». Сегодня мы с вами совершим небольшое путешествие в мир химии и познакомимся с основным законом химии, это периодические законы, ведь периодическая таблица в простонародье, многие с ней знакомы. И ее основатель это Дмитрий Иванович Менделеев, один из наших величайших химиков. Вы видите, автор более чем 500 научных трудов, но он известен не только как химик, но также занимался и в науке физики, и в метрологии. Вот видите, памятник Менделееву рядом с вне метрологии как раз, он стоял у истока главной палаты меры лесов и по сути является ее основателем. Кроме того, это воздухоплавание, то есть он поднимался на аэростате и замерял показатели воздуха. Затем также и гуманитарная наука, экономика, народное просвещение, народное население. Вот на данном слайде как раз большая химическая аудитория в Санкт-Петербургском университете. И вот два наших столпа. Это справа Дмитрий Иванович Менделеев, и слева Александр Михайлович Бутверов, основатель органической химии в нашей стране. И тот самый первый вариант периодической системы. Вот, собственно, она уже сейчас в современном варианте. И мы с вами познакомимся по группам, то есть по этим вертикальным столбцам. И начнем свое знакомство с первой группы, это щелочные металлы. Соответственно, к щелочным металлам относятся шесть элементов. Это литий, натрий, галий, рубитий, цезий и франций. Они довольно мягкие, то есть вы видите, у них низкая плотность, и некоторые из них даже жидкие при комнатной температуре. И в связи с этим первый опыт, который называется содовая гадюка. То есть вы видите, что у нас основным компонентом является пищевая сода, которая есть на кухне у каждой хозяйки. И второй элемент – это этиловый спирт, тоже, в принципе, знакомый. И, значит, что мы сделали? Это обычный речной песок, соответственно, с моченной спиртой. И сверху засыпана реакционная свесь, основным компонентом которой является как раз сода, или гидрокомбонат натрия, по словам. И мы с вами увидим постепенно, как будет вылезать наша змея. А пока проведем следующий опыт, который называется беспокойный металл. Соответственно, для этого возьмем небольшое количество литий-порошка, и как он будет взаимодействовать с водой. Вы видите небольшой такой просто всплеск водорода, и, в принципе, никакой особой реакции не происходит в плане ее свойств. А если же мы возьмем следующий металл залитьем, это натрий, он уже будет более бурно взаимодействован с водой, и посмотрим, как будут меняться свойства при движении вниз по грудке. Для этого возьмем металлический натрий, и, как я уже сказал, эти металлы довольно мягкие, поэтому их можно разрезать обычным ножом. И металл, металлический натрий, он является довольно активным металлом, поэтому его опасно входить на воздухе, то есть это не железо, которое распаковано можно, или алюминий, а его хранят под обычным слоем керосина, чтобы он не взаимодействовал с водой. И возьмем кусочек натрия, небольшой, и бросим его в воду. И вы видите, что он начинает бегать по поверхности воды, потому что он уже взаимодействован с водой. И если мы, соответственно, возьмем наш индикатор еще, который как раз реагирует на изменение окраски, на изменение кислотности слива, то есть насколько наша среда кислая, или наоборот, в нашем случае, селочная. И посмотрим, что в воде изменение окраски не происходит. Но если же мы насыпем пинок курии, то видите, что в принципе сразу началась реакция, и маскор окрасился в малины. Смотрите, как это достаточно красиво. То есть это значит, что у нас краска, с пинок курии, с пинок курии всегда щелочная. А тем временем, видите, как бы у нас пинок уже догорел, и постепенно начинает гулять сама образ милины. Так, и рассмотрим еще активность щелочных металлов. Просто на слайде я покажу. Под натрием у нас находится калий. Он еще более бурно взаимодействует с водой. Такие опыты уже показывают довольно опасно, потому что они взрывоопасны. И видите на правом слайде, как это взаимодействие с водой и сезией. Наиболее бурно взаимодействует с водой. И, наконец, щелочные металлы. Их особенность в том, что они окрашивают цвет пламени в различных цветах. Вот, например, литий. На самом деле, прошу плитие. И, например, его флорик окрашивает пламя в такой красивый, критично-красный цвет. Затем соль и наполь. Вы дома, например, можете посмотреть, если мы возьмем обычную поваренную соль и бросим ее, например, на гаёбку, то у нас пламя окрасится явко-желтый цвет, то это значит, что у нас соль и наполь. Затем калий-руби-децезии. Такие красивые, черепные цвета разные. Переходим ко второй группе. Движемся дальше. Это уже щелочные земельные металлы. К ним относятся первый элемент, это перили. Он уже проявляет свой вне металла. То есть это уже нетипичный. За ним идет моргимость, мы посмотрим, что мы посмотрим. Затем металл кальций, фронций, барий и радиоактивную нейтраль. И наш следующий опыт – это горение моргия. И если мы посмотрим, магний уже не будет взаимодействовать с водой. То есть у нас, мы движемся справа-слево-направо по группе, активность металлов ослабевает. И магний уже при комнатных условиях не взаимодействует с водой. Но красивый опыт – это горение магния. То есть мы возьмем небольшой кусочек магниевой стружки и начнем ее нагревать. И вот постепенно образуются такие спутники. И сам металл начинает гореть. Образуется такое красивое белое свечение. Вот вы видите. То есть я сопоставил, зачем мне было с верхней лампой. Вот. Движемся дальше. Здесь по груди у нас замахнем идет кальций. И следующий опыт называется «Параоновая змея». Еще одна разновидная змея. То есть у нас химия такой, в принципе, серпентарий представлен. И данный опыт заключается в следующем. Есть вещество глюканат кальция, которое, между прочим, свободно продается в аптеках, потому что он используется в случае, когда недостаток кальция в костях. То есть его можно использовать. И это вещество нестабильно при нагревании. Вот мы с вами посмотрим, что с ним будет, если мы его норбеем. Для этого возьмем небольшую таблетку сухого горячего, который, в принципе, с горькой культуры всегда. И возьмем несколько таблеток сухого туперева. И, соответственно, глюканат кальция. И что мы с вами видим по реакции? Соответственно, глюканат кальция нестабилен. Он размокается при нагревании. Соответственно, образуется чистый углерод. Затем это углекистый газ. И вот эта соль кальция переходит в актив кальция и выделяется вода. Вот он, собственно, с таблетки глюканата кальция. И возьмем несколько таблеток и отпустим его в наше горящее плаке. В принципе, такой опыт можно повторить и просто. И для наглядности возьмем несколько таблеток, чтобы это было красиво. Мы видим, что вещество начинает практически сразу взватываться. А тем временем, вы можете заметить, что сода выходит, она уже как раз выросла. Пока оставим. Так, движемся дальше. Третья группа, это подгруппа вора. Здесь уже вор, первый элемент, это типичный металл. Затем мы занесли алюминий с алюминием тоже в принципе знакомый, потому что его это довольно мягко мешало, но при этом он довольно прочный. Его использовали мы раньше на посуде, но сейчас это сфотографии уже вроде опасно. Затем это элемент гали, который используется в электронике Индии, талии, опасный металл. И нехони, это недавно открытый элемент, поэтому у него нет картинки, он нестабильный. То есть не удается его включить в больших количествах. И он назвал в честь яхони, нехон это самое название. И наш следующий опыт, который называется зеленая пламя. Здесь у нас взаимодействуют три компонента. Это борная кислота, то есть такой порошок, затем это этиловый спирт и серная кислота в качестве фатализатора, то есть она ускоряет нашу реакцию. Значит, что у нас происходит в ходе реакции? Борная кислота взаимодействует с этиловым спиртом и у нас образуется органическое соединение и горный этиловый эфир, который сам по себе тоже при температуре нестабильный. И он разлагается при нагревании. И мы посмотрим, то есть он переходит у нас в кислородную кислору, и мы посмотрим, что у нас будет, если в ночь как раз нагреваемое вещество. В принципе, название будет. нестабильный. А тем временем у нас излеют уже 16 минут, причем она пять нестабиль automatically будет еще едиотипед. И мы princes добавляем подélé пастыр. Я аккуратно ссирую. Вот это получается. Один из самых свойств. Это очень раздражающие действия. Вот. И у нас реакция пошла. Но мы пока внешне ничего не видим. Для этого нам нужно взять и поджечь нашу смесь. Вот. И вы видели сейчас такая вспышка в горе. То есть это как раз в горе. Сейчас у нас пока будет гореть спирт. Постепенно будет идти реакция. Но для того, чтобы вам тоже было видно, что у нас пламя такого красивого цвета. Там просто тоже много людей. И там не пусто. Вот. А вы видите по краям такой красивый зеленый пламя. Но постепенно выгорает. Вот. Ну а сейчас реакция у нас пройдет. У нас спирт начнет испаряться. Вот. И это оставим. И просто будет образовываться. Вот. Значит, да. Движемся дальше. Это четвертая группа. Мы уже с вами находимся в середине приоритетской системы. И здесь у нас довольно тоже важные элементы. Прежде всего, первый элемент – это углерод. Углерод на месте. Он существует во многих оптикациях. О них уже сейчас поговорим. И углерод – это, в принципе, основа жизни. Потому что молитва ПНК, из которых состоит все живое, как раз главный компонент – это углерод. Затем следующий элемент за углеродом – это кремний. Кремний и Германия – это основа любой электроники. То есть процессы компьютеров, они состоят из кремния. За кремнием идёт Олова. С Олова тоже вы могли быть знакомы. Потому что, если в детстве, например, у кого-то были аварийные солдатики. Ну, вот, в принципе. Вот, Олова, за ним идёт свинец, который используется как защита от радиации. И недавно открытый элемент Грови. Мы можем его гордиться, потому что он назван в честь русского физикоядерщика – академика Флёрова. И наш следующий опыт, связанный с четвёртой группой, которая называется «Чёрный удар из стакана». Соответственно, в данной реакции у нас взаимодействуют сахарозы или, по-другому, сахар. У нас тоже сахарная пудра, каждый день в чай его добавляют. Вот, видите, сахарная пудра и серная кислота, с которой мы тоже знакомы. Вот, по данной реакции у нас образуется углерод и летит углекислый газ, летит серный газ и вода. Мы посмотрим на, кроме того, что это сильный окислитель, серная кислота также очень отнимает воду сильно. И, в данном случае, она обугливает сахар. Вы видите, что реакция уже началась и идёт потемнение раствора постепенно. Вот, в принципе, он чернеет и масса она скучивается. Вот, вы видите, что… При этом, вы не заметите, но идёт ещё какая-то реакция с выделением тепла идёт, и свыше очень сильно нагревается. Вот. И у нас постепенно она начинает урастать. И пока опыт идёт, я немного расскажу о формах существования углерода. Углерод, в принципе, это уникальный элемент, в том плане, что он имеет максимальное число возможных модификаций. То есть, прежде всего, это, в принципе, у меня представлено, это графит. Графитом мы каждый день пользуемся, потому что мы пишем, как он уходит со старками до 6. Затем это масс. В принципе, девушки носят из него украшения. Затем это кулерен. Это нефигольный матч, это молекула кулерена, который был назван молекулой 20-го века. Затем это углеродные нанотрубки, то есть, такие длинные, протраговатые соединения. И, наконец, графен. Графен, если мы возьмём один из слоев графита, то у нас получится такая уже просто структура. Вот. И рассмотрим следующий опыт, который называется вулкан Шриеля. Карл Григорий Шриеля – это немецкий химик. И он известен как открыватель глицерина. Значит, глицерин мы тоже сталкивались и сталкивались с его производным. Это нитродлицерин, который, с одной стороны, является перчаткой, а с другой стороны, используется в карбохирургии. Вот. И что же заметил Карл Григорий Шриеля, когда случайно провел, точнее, синтезировал глицерин, он случайно просыпал органцов. На то, что синтезировали слегка. И он, в итоге, не дал интересующую реакцию. И он, в итоге, не дал интересующую реакцию. И он, в итоге, у нас образовывается глицерин и газ, и смесь выкилывает в таких красивых фиолетовых пламени. Это как раз свидетельство, мы сразу поняли в первой группе, и там окраска соли и калия как раз была фиолетового цвета. А так как органцов приходит калий, то, соответственно, вот это пламя как раз благодаря конечному союзу калию. Вот. Продолжаем наше путешествие. Пятая группа — это нектогены, или подгруппа азота. К них, соответственно, относятся первый элемент — это азот, довольно важное изобразное вещество. Это основной компонент воздуха. То есть воздух на 78% состоит в воздухе. Затем после азота идёт фосфор, который также, как и углерод, имеет множество модификаций. И, соответственно, например, одна из модификаций — это белый фосфор. Он используется как отрава грызуном. А красный фосфор, его тоже могли видеть, он будет в состав, соответственно, спичек. Затем за ним идёт мышьяк, довольно такой опасный металл. Затем это сурьба. И, наконец, Московье. Тоже нужно гордиться. Московье названо честь «Конец нашей войны». Потому что был открыт в Подмосковье другое. И наш следующий опыт, который называется «Дым без огня». То есть все мы слышали это выражение, что нет дымов из огня. Но химия — это наука чудес. Поэтому невозможно всё. И в данном случае у нас идёт реакция между двумя веществами. Первое вещество — это фосфор аммиака в баке, или нашатырный спирт. В принципе, вам обморкнуть лучше. И второе вещество — это соляная кислота, которая при довольно важной технологии. Кроме того, она является основным компанентом желудочного сока. То есть так же, как лисерная кислота, довольно концентрированное количество, но она довольно опасная. И посмотрим, что у нас произойдёт в ходе реакции, когда мы смешаем две ватки, то есть в воде соляная кислота, выглотим на сковородную кислоту. Можно увидеть, что будет дурное выделение глаза. И это образуется хлорик-тамог. То есть у реакции с аммиака. Это оставим, потому что реакция будет идти довольно долго. И даже когда я закончу, он начинается без инъекции. Следующий опыт тоже довольно красивый. Тоже именной реакции лукан-бютлера. Соответственно, трубу не имеется включён. Иогант-бютлера. И что он заметил? Когда у нас оберённое вещество, бифромат аммония, такие красивые аммиаки, не стало сейчас демонстрировано. А это вещество так же нестабильно. И оно при температуре распадается. И образуется трёхванезный акцентрон, и летит азот. Мы с азотом уже про него сказали. И, наконец, образуется вода. Мы посмотрим, что у нас будет образовываться при данном реакции. Табольная. Эфемная. Оранжевый. Оранжевый. Ихромат аммония. А для того, чтобы проще его распустить данную реакцию, мы используем, мы используем и подожжем. Обратите внимание, что мы взяли довольно небольшую кучку бифромат. И вы видите, что вулкан у вас постепенно прицепляется. И образуется такой зелёный порошок, который, впрочем, является довольно прицерогенным веществом, в случае, довольно опасным. И вы видите, что по аналогии с обычным вулканом он постепенно посыпается, и вот эти потонки лавок, которые стекают на него. И вот я вам вначале сказал, что мы взяли совсем небольшую кучку бифромата аммония, и вы видите, как много образуется оксида хрома. И летит ещё безопасная аммония. Так, значит, идём к следующей группе, это шестая группа, это ВКИН. И здесь она представлена, вы видите, что у нас металл уже начинает потихоньку уйти снять металлы. И к ним, прежде всего, относится кислород. Это второй по важности газ после разводки в составе воздуха. Один из важнейших окислителей. За кислородом идёт сера. Вот такие буквы красивые кристаллы. Затем у осилен, который тоже существует. Различная квалификация. Тилур, болоний, опасный элемент. И ливерморий, который назван в честь американского башболия. И наш следующий эксперимент, который называется зубная паста для солна. То есть, где мы с вами каждый день чистим зубы, но животным это делать очень трудно. Поэтому у нас есть, в принципе, хорошие возможности и поможет. В этом нам потребуются три компонента. Первый компонент – это обычная тесто для мытья посуды, которая есть на кухне у каждой хозяйки. Второй компонент – это перекись водорода. Перекись водорода. Перекись водорода – тоже довольно важное в медицине вещество, потому что многие им пользуются. Такого, например, если идёт кровь, и для того, чтобы остановить поток крови, то как раз перекись водорода не заменила в этом случае, потому что она легко очень останавливает кровь. Вот посмотрим, когда мы смешаем наши компоненты, приставлю реакцию. То есть, ягода очень простая и прослужили перекись. И посмотрим, что у нас получится с этой реакцией. И образовывается, летят на самом деле газы – это водород и кислород. И марганцовка в данном случае служит катализатором, то есть она просто ускоряет нашу реакцию. и как раз вот средства для мытья послуга служат образователям, и образователям, которые, видите, красиво, где-нибудь у нас есть. В принципе, на славу поставлю. В принципе, даже для слона хватит, чтобы почистить его супы. Движемся дальше. Мы уже с вами подходим к концу нашей периодической системы. И это седьмая бутля – мелогены, довольно важные элементы. Прежде всего, первый элемент – это фтор, который является самым усиленным окислителем среди всех элементов. То есть, он окисляет все, до чего только дотронется. То есть, вот видите, слегка оранжево-жертоватый газ. За ним идет хлор, тоже важный элемент. Но, кроме того, используется как оружие, потому что его имеет отравляющие действия. За ним идет гром – это жидкость. Продемонстрируем сейчас. Гром – такая переливающаяся темно-красная жидкость. И при этом, если потом вы хотите посмотреть поближе, он является довольно тяжелым. Потому что, такая маленька была, она очень многовечная. За громом идет у нас йод. Йод, в принципе, тоже мы с ним сталкивались. А именно с йодом спиртовым раствором, потому что, если нам нужно дезинфицировать, то есть, у всех, то такие твердые кристаллики с металлическими резкими с большей статей. А за йодом идет остат. Остат является самым редким элементом на Земле. Думайтесь в эти цифры. Суммарное содержание остата во всей земной корее не превышает 16 сотых грамм. То есть, его меньше грамма на всю земную кору. И, наконец, Танасин, названный в честь штата Теннесси, тоже в Америке. Да, на следующую очередь и ночь. А перед этим это возгонка йода или, по-другому, этот опыт называется Тарик Адапыч. Сейчас увидимся. И, в чем у нас особенность йода? Вот эти кристаллики твердые. И йод при нагревании он нестабилен и он минует жидкое состояние. То есть, например, если мы воду будем нагревать, она сначала будет жидкий, потом безобразный. А йод минует это состояние жидкости и сразу из твердого он будет безобразным. у нас постепенно начинает интеллироваться. Постепенно начинает интеллироваться. Постепенно образовываются пары йодов. Синий цвет. Фиолетовые пары это похоже на такой джин выходит из бутылки и наконец наш последний опыт в седьмой группе это египетская ночь. Мы с вами живем в северной столице и ночи у нас особенно в данное время довольно короткие и в принципе они названы белыми. А египетские ночи они наоборот очень темные. Они очень быстро наступают и поэтому это очень сложно быть сейчас в день сразу из-за ночи. В связи с этим у нас светощий опыт. Для этого у нас два раствора. В первом у нас крахмал. Раствор крахмала в воде добавлен для соли и детали и тесла подкислены. И в второй реакционном смысле у нас вы нам знакомы береги сюда немножко подкислены и посмотрим то есть мы смешаем нашу раствора посмотрим что у нас в итоге будет образовываться. В принципе что у нас происходит данная реакция? У нас образуется йод и при взаимодействии с крахмалом и он образует красивую крахмалом которая насыщена вот вы видите моментально наступила реакция так же как в Африке в Египте наступает очень просто и наконец последняя группа с ним нет никаких опытов это благородный инертный газ потому что они пассивно реагируют с какими-либо элементами и в принципе могли с ними столкнуться красиво вот к ним относится гелий и последние два элемента они тоже продон радиоактивные а аганессон был открыт недавно поэтому стабильный и аганессон еще один элемент который назван через нашего русского физика аганессон и наконец завершая свое выступление вы в принципе познакомились с химией и это позволяет периодически законно позволяет нам предсказывать свойства и на основании его получать новые материалы которые имеют уже функциональное значение и вы все знаете про книгу рекорда гимнерса и мы сейчас рассмотрим основные вот эти семь чудес света в химии по аналогии известному себе и начнем с самого легкого элемента это графеновая и он был получен учеными из Китая и вы видите что его плотность составляет всего лишь 16 сантиметров кубик 1 см весит 16 сантиметров и вы видите что даже легкие легчайшие варсы например пшеницы или цветок вишни они спокойно выдерживают его вес и при этом это не просто для высоты он используется как отцеплен то есть он может поглощать органические вещества в том числе и нефть и это в принципе может быть использовано при если нам нужно удалить органические пятна например следующее элемент наоборот самый тяжелый это два элемента два рекордсмена это осми и риги у них плотность 22 грамма на кубийский сантиметр то есть кубик весит 22 грамма а для сравнения с кубик воды он весит 31 грамм то есть эти металлы в 22 раза тяжелее чем вода следующее третий рекордсмен это самый темный материал так называемый ванта блэк и видите что углеродный углеродный на амотрубке и он поглощает практически 100% падающего на него излучения причем не только видимого света и вы видите что даже если на него посветит то он похож на черную дуру то есть он поглощает его падающего следующее самый тугоплавкий материал самую тугоплавку вы видите является сплавка орбитов и чудовищная температура 4000 градусов цельсия и наконец наоборот самые легкоплавки он вообще плавится при отрицательной температуре компонент основной в наших термопилях затем самый сильный отцаргент смесь строклава затем это акриломид и акриловая кислота то есть ацаргент может поглощать себя жидкостью например воду и вы видите кипящей воде это гипофосфин талия и вы видите что чудовищная цифра 71 кг это в принципе вес дедного человека соль и наконец самое длинное химическое название это белок титин который имеет практически 190 тысяч букв и признан самым длинным словом в любом известном языке и например чтобы его произнести нам потребуется не с половиной часа ну а вот у нас на этом все спасибо вам за внимание и давайте поблагодарим моего коллега Ирина и спасибо и ждем вас в следующем году в 2020 году спасибо